Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Мы вышли прогуляться, сейчас зайдем в Excel, посмотрю, у нас там какие-то шоколадки, конфетки будут, нужно на почту зайти. Ну, в общем-то, о своим делам и беру вас с собой. Ну, мы разбились на две команды, я, конечно, взяла на себя ответственность посмотреть что-то вкусненькое. Другая команда пошла на почту. Ну, как вы видите, они продолжают распродажу, все, что связано с Пасхой, все шоколадки там разные. Ну, вот, сейчас смотрю, что у них тут появилась новая или на что цена еще больше спустилась. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вот, в прошлое, что смотрю мое видео, мы тут взяли коробку бельгийского шоколада, где она как ракушки, вот, я сейчас смотрю, если у них осталось, я бы хочу еще взять коробку. Ну, а если нет, тогда, наверное, посмотрю что-нибудь другое. Ну, вот, что-то хожу, хожу, по разным полкам смотрю, но пока я что-то не нахожу, наверное, все-таки их уже больше нету. Сейчас посмотрю, что можно еще другое взять, если что-то интересное есть. Ну, у них оказывается. Возле кассы тут полки есть низкие, у них там тоже шоколад разный. Сейчас посмотрю, что там есть интересное. Ну, вот, у них там есть небольшая коробочка труфеля, стоит сейчас по акции 97 центов. Сейчас посмотрим на них тоже. Ну, в принципе, мы уже определились, решили взять труфеля, тоже бельгийский шоколад. Сейчас я вам дома покажу, какую коробочку мы взяли. Ну, сейчас мы платим, ну, и будем уже направляться к выходу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как многие другие магазины, Rexel тоже перестал продавать пластиковые кульки. У них теперь появились только бумажные. Ну, у нас, благо, была с собой сумка, поэтому сейчас мы туда все положим. Ну, уже будем направляться к выходу. Ну, вот, все, мы все упаковали. И сейчас уже движемся к выходу. Ну, погода у нас все еще прохладная. В этот день вообще было так морозно, при том, что светило солнце. Я даже перчатки надела. Ну, вот, мы уже направляемся в сторону дома. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Вот, взяли вот такие вот труфеля. Каждая коробочка стоит 97 центов плюс налоги. Ну, мы взяли много, потому что мы их там и кушаем. Но если и на подарок, кому-то тоже вкусный шоколад бельгийский. Ну, вот, я еще решила поэкспериментировать. У меня осталась печенка с прошлого дня. Решила попробовать пирог. Нашла в интернете рецепт. Там, перемолола печенку вот в паштет, как вы видите. Отварила картошку, сделала пюрешку. Ну, и достаточно легкий рецепт. Под низ кладете картошку слоем. Сверху выкладываете слоем печенку. Сверху опять закрываете картошкой. Ну, и выпекать по рецепту. Сверху опять закрываете картошку. Сверху опять закрываете картошку. Ну, в общем, я решила поэкспериментировать. Я думаю, добавлю еще сверху сыр. Мне нравится, когда сыр вот запекается, становится такой, корочка покрывается. Ну, вкусно бывает. Ну, вот, решила еще добавить сверху чуть-чуть сыра. У меня тут два разных. Один чеддер, другой гуда. Ну, можно сыр, конечно, как угодно использовать. Ну, вот, он уже экспекся. Вот такой вот у меня получился. Зажаренный сыр сверху. Видите, даже с краев он отходит. Ну, сейчас разрежем, посмотрим, как он внутри. Ну, прямо чувствуется, что вообще очень нежный и мягкий внутри. Прямо, вы посмотрите, ножка по маслу идет. Музыка по маслу идет. Ну, вот такой внутри получился у меня. Вот. Чуть-чуть, конечно, снизу он прилик у меня к ложке. Ну, ничего страшного. Вот такая вот красота. Получился, на самом деле, очень вкусный. Все просили добавки после этого. Поэтому будет у меня этот рецепт на заметку. Ну, а сейчас, мои дорогие, я буду прощаться с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok